Я хочу пригласить Алексея Урбанцева, который будет говорить с нами об изменениях стратегических, больших, важных, системных, проникающих, тем не менее, в одной конкретной подсистеме предприятия корпоративной, обо всех стратегических изменениях, которые касаются вопросов изменения в системах продаж. Я думаю, конкретнее и предметнее от выйдет он сам, ну и расскажет о себе тоже. Марина, спасибо. Название мы видим на экране. Основное – это реальные кейсы. Я буду сегодня немножко вскрывать кухню работы с этими архаровцами, которые сидят, пытаются звонить нашим клиентам, пытаются отработать их возражения и периодически ведут себя так. Мы пытаемся внедрить, ну, например, какие-нибудь новые сценарии продаж. Надоело нам, что они несут такую отсебятину, что клиенты уходят и спрашивают, ну, когда вы нормальных людей наберете себя в отдел продаж. Мы пытаемся внедрить сценарии, речевые модули, скрипты эти, о которых все боятся, но на самом деле это отличнейший метод, если его правильно внедрять. Мы пытаемся внедрить новую CRM-систему, новую воронку продаж и сказать им об этом, и они реагируют вот примерно так. Это хорошо, кстати, это хорошая реакция, если она открыта, но чаще всего она латентна, то есть покивают, покивают, но потом ничего не делают. Друзья, кто встречался с такими проблемами, как-то мне отреагируете. Можно поднять руку, кивнуть, крикнуть «верное решение», «спасибо, Алексей» и так далее. Спасибо. Еще очень простите меня за то, что потрачу это время, полминуты, но важно понимать, с кем я сейчас общаюсь. Кто у нас является первым лицом, то есть генерал, собственник, лицо, принимающее все окончательные решения. Вот чуть-чуть повыше ручки можно посмотреть, какой процент у нас здесь. Кто здесь ИЧАР, из ИЧАР-департаментов, тут есть кто-нибудь? Хорошо, спасибо. Коммерсанты, например, руководители продаж. Кто у нас здесь присутствует? Отлично. Менеджеры по продажам. Вдруг тут есть? А кто остальные? А кто тогда остальные? Хорошо, я задам вопрос, я на самом деле догадываюсь, кто остальные. Кто тут является консультантом, тренером, то есть моим коллегой, который приходит и что-то делает, является неким агентом изменений? Сторонним агентом сорсинговым. Хорошо, друзья, полный интернационал. Я, ну слава богу, что нет менеджеров по продажам. Да, потому что здесь о том, как с ним чего-то делать, а кто любит чувствовать себя... В прошлом есть. Ну в прошлом есть, очень хорошо. В батальоне, когда мне сказали, солдат, кто твой главный враг? Когда я пришел только, я, ну, на кого у нас готовят? Ну, Чечня, вот, 95-й год был, может, еще куда-то. Нет, мне сказали, твой главный враг – это замполит. И когда я стал уже сержантом через полтора года, я очень четко понял, что я имел в виду этот человек. Что все, я уже на другой стороне баррикады, я должен с ними уже что-то делать. Хотя именно это, что я должен делать сейчас, мне очень сильно не нравилось тогда. Ну окей. Очень коротко. Да, тоже не люблю Ко-Ко-Ко, как говорит Барина. Но как порядочный тренер все равно должен ответить на вопрос, как кричал Паниковский Остапу, ты кто такой? Да, ты кто такой? Очень приятно было в 2013 году оказаться в первом рейтинге. Лучший тренер по продажам в стране делал его с salesportal.ru. Очень приятно было год назад оказаться во втором рейтинге по ораторскому искусству. Мы, коллеги с Мариной, частично веду передачу об умных продажах без скидок на MediaMetrics.TV. Публикуюсь в разных крутых и не крутых журналах и разных интернет-порталах. Вообще работаю продавцом, руководителем отдела продаж, в том числе аутсорсинговых отделов продаж. Приходилось этим заниматься с 1995 года. Получается так. Именно тогда, когда пришел из армии и устроился, начинал экспедитором, потом забрали в снабжение, потом забрали в продажи, потом и так далее и тому подобное. В общей сложности занимался консалтингом, внедрением, обучением в очень разных сферах. То есть я тут как-то посчитал сферы, с которыми пришлось работать вот так внимательно, не на бегу, а внимательно изучая их специфику, около 90, наверное. Например, 70 проектов повышения и внедрения, изменения, оптимизации продаж. Я говорю не о маленьких, а о таких, когда мы с компанией работаем 2-3 месяца и так далее. Ну, среди клиентов есть как крупные, так и не очень, так и средние, так и маленькие компании. Многие из этих брендов вам знакомы. Извините, что потратил ваше время на такое представление. Был обязан, как честный тренер. Ну что ж, кейс номер один. Я обещал, достаточно много кейсов. Будем разбирать методику на реальных живых ситуациях. 2009 год. Разгар кризиса на рынке недвижимости. Кто помнит, лето 2009 года. Есть тут из недвижимости кто-нибудь? Что происходило? Отрасль не то, что стояла, она лежала. То есть весь этот кризис из Америки докатился наконец до нас. И в моем родном городе, я понаехавший такой типичный, знаете, маленький Наполеон, который пришел захватывать весь мир, в Москву переехал 7 лет назад. В моем родном городе, маленький Киров, ко мне пришел клиент с такими словами. Слушайте, вбухиваем кучу денег на рекламу. Идут звонки. 20-30 входящих звонков для небольшого города, для застройщика, элитные квартиры. Очень неплохой поток. Но почему-то уже второй месяц нет ни единой продажи. Что с этим делать? Что-то мы делаем не так. Понятно, что нормальный консультант сначала отработает все версии, как хороший следователь. А может быть реклама не та. Может быть с продуктом что-то не то. То есть плохая слава идет и так далее. Нет, хорошие квартиры. Один из крупнейших застройщиков Кировской области. Реально заботятся о качестве. Но одна проблема. Продают на тот момент. Цены примерно так споставлялись. В среднем по 20 тысяч за квадратный метр. Они продавали за 39. Ну то есть практически в два раза дороже. Никуда от этого не деться. Понятно, мы прошли по цепочке действий клиента и выяснили, что основная проблема все-таки не на этапе рекламы. То есть вторая версия была, что звонит какой-то нецелевой трафик. Люди, у которых нет денег и не хотят покупать квартиры, а как-то случайно зацепились и так далее. Нет, тоже звонят люди, которые готовы и хотят покупать квартиру. Именно в это время у них есть или в апотеку, или есть наличные, или есть в рассрочку. Но тем не менее настроены. Отработали эту версию. Поняли, что да, именно на этапе обработки входящего звонка, первого контакта с клиентом происходит та самая проблемка. Клиент задает вопрос, сколько стоит, а времена были какие? Помните, цены на недвижимость падали и очень быстро. Все клиенты знали об этом. И нормально мониторили рынок, кто даст цену ниже. Честные, умненькие и вполне лояльные двое менеджеров по продажам в этом отделе честно отвечали. Столько это называли цифру. Клиент говорил, спасибо, я перезвонил и клал трубку, переходя к следующему контакту на той странице поисковика, по которому он там купить квартиру в Кирове нашел. И почему-то вдруг это вылилось в то, что второй месяц нет ни единой продажи. Даже на показы люди не едут. Мы знаем, что недвижимость продается на показах в первую очередь. Даже туда не хотят даже посмотреть. Ну так вот, что мы сделали? Да, мы выявили основную проблему. Да, мы ему предложили заказчику, надо по-другому принимать входящий звонок. У вас модель продажи транзакционная, надо внедрять экспертную, надо перехватывать инициативу, надо выявлять потребности, надо дистанцироваться и наоборот парадоксальным образом сближаться с клиентом, зарабатывать его доверие и т.д. и т.п. Всякие продажные хитрости, не буду сейчас в это углубляться. Он сказал, давайте, будем делать. И мы взяли, поисследовали и разработали скрипты. Подробнейшие скрипты для продажников, где все было описано. Дословно, подробно, на живом человеческом языке. Устроили тренинг. Две этих девочки в присутствии генерального директора прекрасно участвовали во всех ролевых играх. Им все нравилось, они показывали. Ну, я думаю, здорово, ну, хоть чуть-чуть-то мы выправим ситуацию с завтрашнего дня. Выхожу на внедрение. А девочки, как раньше, продавали. Абсолютно сразу отдавая эту цифру, абсолютно без всяких попыток перехватить инициативу, так и продолжают продавать. Я спрашиваю девушке, что происходит. И вот тут вскрылся нарыв. Чему вы можете нас научить? Я пять лет в риелторском бизнесе заявила одна. А вы человек со стороны. Другая, другая. Сейчас же кризис. Всех интересует только цена. Никто так долго на мои вопросы отвечать не будет. Ну, и выдали весь спектр типичнейших оправданий непрофессионального продажника. Кто слышал подобные фразы, которые я сейчас воспроизвел от ваших продажек? Я думаю, вы слышите их регулярно. Сейчас нужно снижать цену, и все это вот работать не будет. Я, знаете, результат этой истории подвешу. Я о нем расскажу позднее. Чуть-чуть. Чем все закончилось. А сейчас я бы задал вопрос. Вот действительно, как с Мариной, видимо, мы чуть-чуть настроены. Потому что я хотел бы проанализировать источники сопротивлений. А откуда они сопротивляются? Вот как Марина сначала проговорила, а почему они сопротивляются? Вот то же самое. Но только не по книжке. Здесь мои истории, из моих кейсов, мои выводы. Первое. Да. Роль первого лица. Об этом уже говорили. Его готовность идти до конца. Его решимость идти до конца считывается на совершенно невербальном, а далеко не только логическом уровне. Настоящих буйных мало. Вот и нету вожеков. Мы периодически общаемся с коллегами. Я знаю немало проектов, где вроде бы поначалу первое лицо, где как, очень сильно настроено, находит человека, который поможет ему изменить компанию, там, внешне какой-нибудь, переманивает от конкурента крутого коммерческого директора. Тот приходит, но в процессе внедрения изменений, что происходит? Начинаются походы. Да он, да он ничего не понимает, траля-ля-ля-та-паля-та. Вот цитата, цитата. Девочки на тебя жалуются. Через три месяца подходит генеральный директор к этому новому коммерческому директору и говорит, слушай, похоже, придется расстаться. Знакомая фраза? Так и бывает. Девочки на тебя жалуются. И история первая, базовая, фундаментальная этой неудачи, что владелец был к этому не готов. Он думал, что они воспримут, а они чего-то не воспринимают. Нужно готовиться к другому. Они не воспринимают и сопротивляются, потому что они живые. Просто я когда слушал Марину, думаю, черт, первая часть моей презентации один в один практически. Что означает они живые? Конечно же, у нас в мозге намного больше центров, отвечающих за безопасность, за тревогу активных центров, чем за центров, отвечающих за развитие, шансы, какие-то там интересные возможности. Вот, коллеги, сопротивляться изменениям нормально, физиологически нормально, эволюционно нормально. А радоваться им аномально. Почему лидеров, агитаторов, горланов, главарей в любом обществе не больше 1-2% по статистике? Да потому что это биологическая аномалия. Это мутант. И если мы с вами готовимся, что люди сразу начнут принимать наши изменения, мы глубоко ошибаемся, мы наступаем на эти гравли, вот просто махом. Присуппозиция исходная. Предпосылка должна быть о другом. Они, скорее всего, будут сопротивляться. На этом берегу я думаю о том, что я сделаю, когда они начнут сопротивляться. Не если, а когда. К сожалению, это так. Они живые. Результат той ситуации, когда мытьем, катанием, уговорами, мотивациями у внешнего тренера так и не получилось с девчонками договориться, пришлось прийти к генеральному директору. А ситуация критическая. Он мягкий, добрый человек, Алексей Михайлович Лопаткин в жизни, но очень эффективный руководитель, в общем-то, грамотный и знающий. Не построишь лидирующую компанию в своей области в такой нише. Он пришел и ступнул кулаком по столу, ну так, фигурально отражаясь. И сказал очень простые вещи. Девочки, второй месяц ни единой продажи. Назовите мне хоть единую одну причину держать вас на работе дальше. Сделал паузу, а потом сказал учить и применять. В скобках консультантам деньги получены. И на выходе, вы знаете, когда они начали это делать, я же вредный сижу рядом на этом внедрении, я никуда не ухожу. Пускай генерал ушел в свой кабинет в другом офисе. Но этот сидит со скрипом, с таким легким шипением, как внутреннее, иногда я даже слышал настоящее такое озвученное шипение. Я чувствовал, что у меня последние волосы немножко так потрескивают от кривых взглядов. Но они начали перехватывать инициативу, задавать прописанные вопросы. По спинт-технологии мы адаптировали ее к приему входящих звонков. То есть применять традиционно внедряется в активных холодных. А здесь мы ее адаптировали для продаж недвижимости. И классно зашло. Девчонки обалдели. И мы тоже обалдели. Со стулья все свалились, когда они нагенерили 53 показа за первую неделю, из которых на вторую неделю подписали 20 договоров. 20. Он пришел, что происходит? Неужели нельзя было так раньше? Кейс номер 2. Кейс номер 2. Провайдер интернета и кабельного телевизора. Тоже интересный, показательный, тоже оттуда же. И там я сделал немножко другие выводы. Они пришли с таким запросом. Слушайте, у нас служба техподдержки. 40 человек работают посменно. Каждый день принимают по 120 входящих звонков. Биллинговая система отслеживает, чтобы это все происходило. Вот провайдеры интернета и кабельного телевидения. По какому поводу им звонят обычно в службу техподдержки? Да ругался. У меня сломалось телевидение, у меня сломался интернет. До какого черта вы берете такие деньги? Они пришли с таким запросом. Алексей, вот проведите тренинги по стресс-менеджменту для наших сотрудников. Они как-то очень сильно выгорают от этих конфликтов. Я как профессиональный консультант давно знаю. Клиент в 99% случаев на этапе постановки задачи приглашает прогуляться в тупичок. Ну то есть формулирует задачу на языке сразу инструментария, как ему понятно. То же самое, что больной приходит к врачу и говорит, слушай, у меня болит голова, выпиши меня по рецепту на цитромон. Нормальный врач что сделает? Он замеряет давление, он спросит, а ты головкой в детстве не ударялся? А что у тебя с родственниками ближайшими, не ближайшими? Нет ли у тебя того, другого, третьего, пятого, десятого, исключите инфекционные истории? Сделать нормальный диагноз, ну вернее анамнез, да, и сделать выводы профессиональные. Выясняем, начинаем разбираться. Да там проблема не в том, что ребята такие уж не стрессоустойчивые, но обычные нормальные технори. Все мы знаем, кто работает в службе техподдержки. То есть нормальные, в меру активные, доброжелательные и так далее, но срываются они на клиента из-за простой дырки в бизнес-процессах. Правда? И просто никто не научил, не прописал инструкцию, как вести себя в случае конфликтов, когда клиент на него орет. Хорошо, говорю, давайте мы вам просто сначала зайдем немножко с глубины, сделаем и потом обучим ваших сотрудников реализовывать эти проблемы, то есть решать эти проблемы. А потом копнули, мы же помним о тупичке, мы помним о тупичке. Я говорю, 120 входящих звонков, ведь это очень крутой входящий трафик. А у вас есть клиенты, которые подключены только к интернету, но не подключены к кабельному телевидению? Есть. А есть, кто наоборот, есть. А есть те, кто долгие годы сидит на каких-то низкоскоростных тарифах, и им можно продать что-то более высокоскоростное и дорогое? Они говорят, конечно есть, так давайте еще научим их продавать. Задача звучала для клиента настолько нестандартной, как же, это служба техподдержки, мне сказали, они должны поддерживать, а не продавать. Если они начнут продавать, мы всех распугаем. Я говорю, нет, все аккуратненько, сделаем. Настроили, сделали, внедрили и тоже получили активнейшее сопротивление. Потрясающее сопротивление. Первый проект, который был за полгода до этого, меня ничему не научил. Ну почти. Я тоже пришел и также разработал скрипты и провел тренинги. Ребята, с завтрашнего дня вы должны работать по-другому. Ну, все учатся со своим темпом. Я немножко медленно на тот момент учился. И мы получили активнейшее, открытое, скрытое сопротивление. То есть, группа поделилась на группировке, они выдали и на тренинги, до какого черта мы должны поддерживать и не продавать. И так далее, и тому подобное. Вы знаете, проблема была решена простыми вещами. Иногда ошибка на этапе внедрения изменений, еще когда мы программируем этот проект в своей голове. Иногда легче новых нарожать, чем этих отмыть. Ужас всего говорят, да? Представьте себе, что вы пытаетесь установить новую операционную систему, но на старое железо, которое не обладает определенными возможностями для того, чтобы перенести, работать на этой операционной. Там была проблема решена очень просто. Компании повезло, что руководитель была терпеливой девушкой, которая действительно после того, как мы немножко поработали, провели тренинги, повнедряли, но все равно был оплачен какой-то период. Она сидела и с ребятами это все внедрял. Ей пришлось долго внедрять. На третий месяц ей пришлось уволить двух самых главных сопротивлянцев. После этого все поехало, как в старом анекдоте, и тут мне карты и поперло. Все вдруг начало работать. Все вдруг забыли о том, что надо сопротивляться. И начали применять эти речевые модули. И на выходе, по итогам ее внедрения, они через полгода вышли на 50% рост. При том, что служба техподдержки не продавала до того вообще. А вот теплый трафик вдруг научились генерировать и монетизировать. И вдруг получилось, оказывается, берем возможность ее использовать. Несмотря на то, что, например, Тейлор, научная организация труда, был бы очень против, чтобы службы техподдержки нагружали продажи. При правильном подходе можно и такие фокусы устраивать. И так далее. Так вот, о чем я хотел сказать. Мы часто сами вызываем сопротивление тем, что я назвал это спам-внедрение. Это мои ошибки, мои грабли. То есть ты пришел, подготовил новую технологию и просто ребят ставишь перед фактом. Мы будем с завтрашнего дня работать по-новому. Какие бы чудесные ни были новые технологии, мы помним про рептильный мозг. Мы помним про то, о чем говорила Марина. Мы промним о том, что они живые. Сначала поухаживать, потом пристились. Что с этим всем делать? Мои общие такие выводы. Еще будет несколько кейсов впереди, если у меня еще есть время. Сколько у меня? Минут 10 еще? Несколько в режиме советов. Готовить плацдарм. Что такое плацдарм? Один из моих учителей, бизнес-консультантов, Тимур Гадин, как-то рассказал историю. Не то, что вас призывают так поступать, ни в коем случае. Я считаю, что это пример грубой, ужасной манипуляции. Но я просто расскажу, вдруг вам пригодится. Как они внедряли новые технологии в том отделе, в той компании, где точно знали, что будет сопротивление. До официального запуска проекта, недели две, в компанию периодически приходили люди в каких-то черных, незнакомые люди в черных костюмах. С хмурными лицами заходили в кабинет генеральному директору. О чем-то там говорили при закрытых дверях, уходили. После этого генеральный директор дрожащими руками курил в курилке одну сигарету за другой. О чем-то с нервным лицом обсуждал, что-то говорил с финансовым директором и с коммерческим. При входе в курилку вот этих сотрудников быстро сворачивался разговор и уходил. Ну, понятно, что такое, какая там сценарная разработка была. Что произошло уже через три дня после того, как они начали в это все играть? Пока по компании поползли слухи. И чарк умненький отследила, как только начался поток, что ребята начали разбрасывать резюме на HeadHunter и прочие, начали искать работу. Ага, то есть шаг первый, напугали. Всех собирают на плац, после чего бледный генеральный директор выходит перед всеми, перед кабинетом и говорит, ребята, у нас большие проблемы. И как в старом анекдоте, помните, в бордель приходит клиент, одна девочка выходит через 20 минут, ужас, 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 кошмар, кошмар, вторая, кошмар, кошмар, третья, кошмар, кошмар. Мадам уже заинтересовалась, заходит, поправляет прическу там, выходит через полчаса, ну да, пожалуй, ужас, но ведь не кошмар же, не кошмар. То есть вы знаете, да, ребят, говорит генеральный директор, у нас есть проблемы. Наезжают конкуренты, они вывели новую линейку продуктов, по новым ценам, наезд того-то, сего-то, сего-то, но вот на уровне ниже, чем они ожидают. Мы, вот вы видели, мы две недели тут проводили мозговые штурмы, люди в черных костюмах, это бизнес-консультанты, с которыми мы строили стратегию выхода из этой рыночной ситуации. И вы знаете, у нас есть два выхода от основных стратегических. Озвучить. Все уже давно во внимании, по принципу АИДа, помните, внимание, интерес, действие, желание и действие. Да, все правильно. Внимание уже приковано так, что дальше некуда, они уже подготовлены. Вариант первый, уволить 50% персонала, потому что нам требуется затянуть пояса. Делалась драматическая пауза. Вариант второй, в принципе, можно обойтись и без этого, но для этого нужно внедрить СРМ, воронку продаж. Вот стратегия, которую мы прилагаем. Единственное, что надо на 30% возможно с зарплатами, но тогда обойдемся без увольнений, без сокращений. Несколько месяцев и все пойдет. И выйдем на новый уровень и тому подобное. Ребят, мы не хотим никого увольнять, сказал тот генеральный директор. Решайте сами. Мы примем любое ваше решение. Понятно, что такое вот этот неформальный профсоюзный лидер пошуршал по рядам, и какое решение было принято через 15 минут. Мы за вас, только не увольняйте и так далее. То есть ужасная, страшная манипуляция. Еще раз повторюсь, я не призываю вас так делать, я против таких неэтичных методов. Врать людям нельзя, я вообще против, про них всегда и всюду. А вот сейчас уже мой кейс. Готовьте плацдарм и работайте с лидерской структурой коллектива. Когда лет, получается, да, 10 назад ко мне пришел большой завод, со словами, слушайте, нужно закрывать среднюю прослойку. То есть ветеранов уже отправлять на пенсию, но нам некем их заменять. То есть нам некем ставить начальниками отделов, производственных отделов, департаментов, цехов и так далее. Мало молодых мастеров. Что делать? А молодежь, ну никак не принимает любые наши изменения. То есть демотивированы абсолютно. Что мы сделали? Мы с ребятами, со своими коллегами, такой консалтинговой группой, мы сначала две недели просто приглашали, мы задали вопрос молодежному комитету. Кто у вас является неформальными лидерами? Вокруг кого народ пучкуется, чтобы пить пиво? Вокруг кого народ пучкуется, чтобы выехать в выходные на лыжах куда-то? Кто является деструктивным, кто конструктивным? И вот этих ребят, неформальных лидеров, просто выдергивали к себе на беседу. Но на беседу какую? Слушай, ну как у тебя вообще дела? Как ты смотришь на свои перспективы? Как опыт? И ты думаешь, что ты думаешь о заводе, где ты раньше работал? Мы просто говорили за жизнь. Но незнакомые чуваки, мы подвешивали их на незаконченные, ужасные манипуляции, на незаконченный гештальт. Мы ничего им не формулировали на самой встрече. Ну ладно, всего доброго, до свидания. Что происходило в Курилках? Какие-то странные люди общались со мной о перспективах карьеры, работе, заводе и тому подобное. Когда мы объявили через три недели официальное начало кадрового конкурса, на которое хотелось собрать ну хотя бы 50 человек с большого завода. А директор мне говорил, да придет только вот этот, наши три активисты из молодежного комитета. Пришло 170 человек. И не хватило стульев, они пришли просто вот на этом интересе. И мы собрали из них 90 человек, которые прекрасно прошли через три этапа, там полгода мы делали кадровый конкурс, с удовольствием вышли, ну и так далее и тому подобное. Готовьте платдарм и работайте с лидерской структурой группы. По площадям не наш метод. Тех, кто является альтернативным лидером, так называемым, на языке групповой динамики, мы вовлекаем, привлекаем в рабочие группы, мотивируем личной карьерной перспективой. Тем, кто является антилидером, на языке неформальной, простите, групповой динамики, мы пытаемся вербануть, мы пытаемся привлечь. Если нет, то мы с самого начала закладываемся, что мы готовы их увольнять, даже если, черт возьми, на этом продажнике ключевые клиенты. От него вреда в этой ситуации, раз уж ты принял решение менять компанию и менять продажи, будет больше, чем если он останется и будет не за тебя. Будет больше, чем польза. Что еще делать? Планировать и учитывать так называемые стадии принятия неизбежного по Кюблер-Рос. Отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. В огромном количестве случаев я наблюдал, что руководителю просто не хватило терпения. Он реагирует на первый ответ. Отрицание. Да ну, это все временно, опять там в третий раз внедряют в СРМ, как в прошлый раз все снилось, то и отрицание. Второй раз, вы вообще купили от меня требовать, что я там должен полтора часа что-ли сидеть, я должен буду звонить, они там возмущаются. Я уйду вообще, уволюсь. Увольняйся, говорит умный, правильный руководитель. Прямо сейчас пишу заявление. Если считаешь нужным и возможным шантажировать руководителя вперед, бери бумагу. После этого бывает торг, ой, ну я тут не подумал, с женой посовещался, а можно я буду заполнять не полностью все поля в СРМ-системе и не все скрипты использовать, а вот как по-своему. То есть они начинают торговаться, нормальный руководитель, терпелив и спокойно дожимает это до ситуации. Да, он пройдет через депрессию, ой, как те вот девчонки в этом, в УКС АИТЭК, в Кире, с неохотой, но он будет применять. И только потом он выходит на ситуацию принятия. Круто, СРМ помогает мне сделать работу прозрачнее, скрипты помогают повысить конверсию и среднюю сумму чека. Клево. Я бы сюда Кюблер Русс, вот к этой статейности добавил бы еще шестой, то есть чтобы забыли, как работать по-другому. Было бы здорово, то есть доводить это до такой ситуации, чтобы забыли, как работать по-другому. И в принципе, вот последняя рекомендация, планируйте как поэтапный процесс. Когда мы, пройдясь по всем этим граблям с коллегами собирались и проводили там все эти рефлексии, мы выработали некую свою внутреннюю методологию под названием ЛИТЕЙКА. Я был очень удивлен, когда потом, прочитав книжки, побывав на курсах, выяснил, что Коттер об этом говорил, еще куча других умных людей об этом уже написали, отличные исследования. Но для нас это было как ЛИТЕЙКА. Это аналогия с металлургической промышленностью. Сначала, перед тем, как отливать деталь из металла, нам нужно разогреть, нам нужно расплавить то, что было твердым раньше. Исследования, если мы говорим о продаже. Итак, вот, этап первый, расплав. Исследования клиентов, конкурентов продукта, моделей воронки продаж, мотивация, неформальные структуры коллектива или прочее. Вообще сориентируйтесь, что происходит в рынке, в клиентах и в вас внутри. Неявный пиар проекта, работа с неформальными лидерами. Примеры я сегодня рассказывал. Стратегические сессии, мозговые штурмы. Мы сейчас на этих этапах, я просто рекомендую, вот этих неформальных лидеров просто надо вовлекать. На этапе планирования изменений мы спрашиваем, слушай, вот ты очень опытный продавец. Проблема такая, мы хотим с тобой пообщаться. И они в стратегической сессии вместе с генералом и с коммерческим директором наравне. Мы, меня пригласили к каким людям, обсуждают, какие продукты пользуются спросом, какие не будут пользоваться, как переупаковать продукт, как-то, то есть совершенно стратегические вещи. Мы воздействуем через них на весь коллектив, и это хорошо. Создание формы, разработка структуры, книги, стандартов продаж, всех этих CRM-систем, автоматизации. Берем для этих же самых неформальных лидеров в группу тестировщиков. Вы клевые, вы умные, у вас есть чему поучиться всем остальным. Давайте мы на вас протестируем эти новые технологии. Тестирование, доработки и отливка. Тренинги для всего коллектива. Только после того, как внедрили и получили первые результаты на ограниченной рабочей группе. Не торопитесь сразу всем. Не зайдет, не взлетит сразу совсем. Фиксация, закалка металла. Все эти коучинги, поддержки, внедрения, регулярное подведение итогов. Когда на одном из проектов годик назад, благодаря тому, что мы вот так вот, пускай терпеливо, но два с половиной месяца, шаг за шагом, не торопясь, работали с отделом продаж. Там от результата обалдели все, когда новичок вдруг выдала стопроцентную конверсию. Второй месяц работает, приняла 14 входящих звонков, продала 14 аппаратов для домашней физиотерапии. Ветераны посмотрели на нее, о, я купил самую большую коробку конфет, в магазине принес, эту девочку перед всеми похвалил. Поощряем за самые малые изменения. Другой кейс, номер три, вендинговые аппараты. Та же самая история. Все. Да, да, да. Вот две минуты, я уже заканчиваю. А не правда. Десять минут закончились, десять минут назад. Все, правда заканчивается. Ладно, коллеги, кейсов много. Можно рассказывать о том, что, например, вот как сократить эту кривую бюблер-росс, не кривую, а вот эту последовательность. Через внешний пример. Компания Brandmaker, с которой мы когда-то работали, поступила очень правильно. Она не стала внедрять новые технологии продаж в старом отделе продаж. Они на этом же этаже сняли новый кабинет, поделили базу и наняли новый отдел продаж. Организовали за два месяца совершенно новую команду, которая с самого начала работала на новых зарплатах, новыми скриптами, новым CRM. Все, они просто не пересекались по базе. А в Курилку-то и за зарплатой-то они вместе ходят. Хорошие технологии дают результат достаточно быстро. Как говорит Сергей Новицкий, господи, где там, ну у меня нет этого слайда, здесь забыл включить, генеральный директор, на второй месяц, на концу второго месяца работы новички передогнали по результатам ветеранов. Сколько времени в сегменте B2B обычно уходит на такую работу? До год-полтора. А на третий месяц они перегнали. А потом этот рост продолжался и продолжался. И все, внедрить новые технологии старым ветеранам стало намного легче. Они увидели, что уже с кем, у кого-то это сработало. Ладно, друзья, мое время уже точно официально заканчивается. Я не коснулся вопросов. Понятно, что часто сотрудники сопротивляются от качества, из-за низкого качества самих технологий, что мы пытаемся ее внедрить. Скрипты, скриптам рознь. Есть скрипты, которые пишут для банковских говорилок, пафосные, какие-то некрасивые, неживые. Есть скрипты профессионально разработанные, которые клиент даже вычислить не может, что с ним кто-то говорит по шпагалке. CRM, CRM, рознь. Есть легкие, просто внедряемые. Есть тяжелые, где сотрудник видит и просто пугается того, что ему придется вот это все изучать. То есть это уже немножко другие вещи. Ну что ж, спасибо за внимание. Надеюсь, было полезно. Успеем пару вопросов, если есть. Прошу. Алексей, скажите, пожалуйста, первое счастье нашего конференции, это наша конференция, говорилось о том, что действия не может быть другим, пока человек думает по старому. То есть говорилось о том, что ценности первичны, действия вторичны. Вы в своем выступлении говорили, что мы поменяли действия, как ценности вы не сказали ни слова. Значит ли это, что продажа можно без ценностей? Можно. Можно. Иногда в некоторых ситуациях, когда от меня требуется быстрый результат, ну ладно, причем тут я, да, когда просто требуется быстрый результат, а какая нам разница, если с ценностями он будет правильно проводить переговоры с клиентом или неправильно, или без ценностей. Да, с ценностями кто бы спорил, конечно, хорошо. Я тоже за все хорошее против всего плохого. Если есть миссия, это клево, это лучше, чем без нее. Но поверьте, если мы говорим о конечном быстром результате, иногда хорошо прописанный скрипт, правильно прописанный, не то, что мы слышим в большинстве случаев, а нормально прописанный, не вычисляемый клиентом, он решает все проблемы с ценностями на раз. А если человек не попадает в наши ценности, через какое-то время он из этой компании уходит, а благодаря правильным технологиям, мы быстро его заменяем. Ужас, чего говорю. Можно я вближаюсь буквально на секунду? Вы не поверите, как из тех людей, кто был в первой части, вы не поверите, я тоже так считаю. Ура! Но! Потому что там на самом деле все еще сложнее. Там кусочек ценности может поменяться, но укрепиться только если появится действие, а действие начнет менять. То есть это шаги по нескольким лестницам одновременно. То есть ты растешь всей системой, нельзя поменяться на уровне ценности. А что такое поменяться на уровне ценности и не поменяться на уровне действия? Мы с Алексеем как-то про это разговаривали, про Станиславского и Мирхольда. Станиславский говорил, почувствуй душой, и ты изменишь поведение. А Мирхольд говорил, как ты можешь начать вести то, что ты как раз Алексей... Языка снимал, Марина. Прости, пожалуйста. У меня просто... Правильное знание и правильный навык может внедряться как через внутреннее... И поменять то, что... А может и через внешнее, потому что человек такое животное, чем больше мы делаем какое-то дело, тем быстрее мы привыкаем. Кюблер-Росс, помню? Вот и все. Спасибо. Спасибо. Вопрос такой. Часто сопротивление связано с неформальными лидерами, с теми людьми, от которых много чего зависит. То, что часто. Да, часто всегда. Вот. И это большой риск для руководителя высокого... рискнуть тем, что человек может покинуть компанию. Или компания потеряет продажи. Вот какие манипуляции и действия вы предпринимаете, чтобы помочь эти риски принять в квартире? Как бы уровень своего удержаться и не продать вам консалтинг? Сейчас. Организация отдела продаж. Конечно же, конвейер. То есть, разделение функционально. Ни в коем случае не по-брендово. То есть, какой же российский руководитель без бренд-менеджеров, устаревшая технология. А вот именно функционально. То есть, активация, дожим, клиентский отдел, например. Когда вы настроите бизнес-процесс в продажах таким образом, вам будет уже все равно, по большому счету, неформальный он, формальный. В правильном бизнес-процессе нет групповой динамики. Или ее там самый минимум. Или она там есть, но она не влияет на качество, на результат. Групповая динамика возникает в тех отделах, департаментах и компаниях, где люди недозагружены. Им есть чем заняться, кроме работы. И это не их проблемы, а руководителя, который не прописал, не нормировал, не оптимизировал, не администрирует, не контролирует, ну и тому подобное. То есть, не знаю, смог ли я ответить на вопрос. Не совсем. То есть, реально я понимаю, что нужна опора в изменениях на систему, на процесс, а люди, в крайнем случае, при новой системе, не являются ключевым фактором. Ну то есть, перейдя на новые процессы, можно работать со средними людьми, не обязательно иметь звезд, которые работают по старой модели. Да. Обратите внимание, не я это сказал. Вы сами это проговорили. Это же мечта любого руководителя, но системно-мыслящего, не любого, да, согласен, системно-мыслящего и образованного руководителя, чтобы ты был не привязан к тому, вот есть у тебя гениальный сотрудник в прямом доступе или нет. Чтобы ты спокойно мог достигать высоких результатов силами обычных людей, которых в тысячу раз больше, чем вот этих гениальных, за которыми все охотятся и найти и не могут. Можно я тоже вмешаю с ним большую информацию? Я мало говорю во вторую часть. Мне иногда задают вопрос. Расскажите, пожалуйста, подскажите, помогите, как укротить наглую, взорвавшуюся звезду? Какой правильный ответ на этот вопрос? Затушить. Затушить, как бы, затушить начнет самое сапатирование. Марина Михайловна, здесь много правильных ответов. Помните, дважды два сколько спрашивается одного человека? Ну, смотря чего мы хотим добиться в итоге. Все так, говоришь, ребят, ну, как бы, надо с ней что-то делать, она же всех остальных портит, говорят, жалко, она много умеет, такого, что не умеют все остальные. На самом деле, тут все ответы неправильные, и вопрос сам тоже неправильный, потому что нужно вернуться чуть-чуть раньше и задать себе другой вопрос. Как нам перестроить систему так, чтобы уменьшить свою зависимость от звезд? И вот тут вот начинаются все эти истории с банками, со скриптами, да, там и тому подобное, о чем мы уже начали говорить. Я покажу прощения, а еще пару вопросов успею. Продолжим вопрос, например, Андрея. С другой стороны, вы сказали, что все работает, но предстоит, что генерал дает дозор, что руководитель рецептует какие-то изменения, что генеральный директор принимает то, что изменения, которые будут, они должны повредить за собой какие-то последствия. Если мы посмотрим со стороны культивации, когда мы привлекаем лидеров официально-неофициально, это неважно, да, мы должны повредить процессы не как-то их замотивировать, потенциальным карьерным ростом, потенциальными плюшками, дополнительными деньгами, да, но так что мы все, как мы живем и едим хлеб, нам нужно, чтобы этого хлеба было больше, чтобы мы могли его за что-то купить. Как быть с таким сопротивлением, когда руководитель, генерал, владелец бизнеса, почему я должен, генерал, платить за что-то дополнительное, почему я их должен стимулировать к развитию, если они и так до этого работали плохо, почему я должен платить больше за то, что они раньше не делали. Сколько правильных ответов приходит в голову? Я молчу. Некоторые из них и неправильные. Понятно, что в российском бизнесе рыба растет с головы. Ну, во всяком случае, мне бы хотелось, чтобы она росла, а чаще всего, конечно, другой процесс там происходит. Вариант, ответ номер один. Эмба Малины Михайловны, отправьте генерального директора поучиться, потому что мы хотим, чтобы вы нас вели и захватывать новые рынки. Нет, так у него нет потребности у этого директора. Если у него нет потребности, он улучшит бизнес. За счет чего? За счет улучшения своих сотрудников он готов. За счет оптимизации, повышения эффективности процесса. Возникает вопрос. Если мы что-то улучшаем, значит, что-то работало плохо. Почему я должен платить людям больше за то, что они раньше работали плохо, а сейчас начнут работать так, как должны? Я могу проверить, правильно ли мы понимаем вопрос. Это похоже на такой... Сама постановка вопроса. Откуда взялся вопрос, почему я должен платить им больше? Ты можешь платить им больше, если у тебя есть это желание. Если ты, как Генри Форд, захотел показать всему миру, что конвейер даже с упрощением деятельности, с расширением кадрового выбора, можно производить в десятки, в сотни раз больше автомобилей, и он платил своим конвейерным рабочим больше, чем мастерам на других заводах. Ну, такие мифы, во всяком случае. Но это просто твои личные тараканы. Ты можешь не менять оплату, если ты посчитаешь, что да, функционал-то очень близок остается, поэтому я просто большую часть оплаты смещаю в сторону KPI. То есть сколько звонков, сколько встреч, сколько клиентов, сколько сделок, ну и тому подобная классика в отделах продаж. Ты можешь снизить им оплату и этим избавиться от самых главных сопротивленцев, если понимаешь, что тебе выгоднее сейчас на этого места ключевого сотрудника, который у тебя ведет пятерых ключевых клиентов, но ведет уже два года. То есть это что означает? Клиенты уже привыкли к компании, а не к сотрудникам. Ты можешь посадить трех девчонок в три раза дешевле, стоящих по зарплате, да, а этих ребят выдавить, если ты посчитаешь это нужным, как руководитель, потому что они стали позволять себе слишком многое, и похоже, или ватчат, и похоже уже строят собственную компанию на твоей базе, ну и так далее. То есть здесь исходная пресуппозиция мне непонятна, почему обязательно платить больше. Можно так, можно так, можно так. Дважды два, может быть, не четыре. Все зависит от контекста. Мне кажется, это немножко похоже на такие истории, которые мы все иногда с сожалением встречаем, как руководитель, вот сегодня уже говорит, да, про монетки. Мне ужасно понравилась история с монетками. Она как раз про то, как закодировать некий правильный принцип хорошей простой привычкой, да, вот гениальная сама технология уже простая. Но есть же очень многие руководители, которые говорят, а я не понял, а за что я должен говорить спасибо? За то, что они делают свою работу? А ты ему говоришь, ну люди расстраиваются, он говорит, нет, когда они все делают нормально, когда они что-то делают плохо, я им об этом говорю, потому что что-то делается плохо, и не соответствует перед моим ожиданием. А когда все делается хорошо, это не более чем нормально. Я не понимаю, почему я должен как-то специально, что вы, про деньги, не только денег жалко, слово человеческое, точно так же он не понимает, зачем, да, вот про такие, какие-то вещи немножко. Как его можно убедить, перестать? Ну, не представляю себе даже. Надо очень... Это вопрос установок глубоких, ценностных... Может быть, его... Может быть, только... Не управление по ценностям, да, а оно будет некое... Нужно обладать сквами НЛП, для того, чтобы руководить, и взять установку. Не управление НЛП, но, тем не менее, продажа проекта своим подчиненным... Вы знаете, это все то же самое, чтобы продать проект изменения своему начальнику. Помните, чудесно сказала Марина, он вам не доверяет, они вам не доверяют, они не доверяют вам, они вам не доверяют. Все то же самое. Подойдите с этого контекста, к этой точке зрения, сделайте что-то для него, что не позволит... Ну, сделайте что-то, что будет для него клевым подарком, в конце концов. Заработайте этим доверие. Ой, я не люблю манипуляции коллег. Вот они про эмоциональные, дайте я вам тоже немножко скажу, я бы про более эмоциональная речь. Мне иногда очень помогает призвать в помощники систему сбалансированных показателей, знаете, такую классическую историю, где предлагают подумать про бизнес на четырех уровнях и задаться сначала вопросом, сколько нам надо денег, потом, сколько у нас должно быть клиентов, потом, как мы должны обслуживать процессы, чтобы у нас было столько клиентов, а потом, что это за люди должно быть и что должно быть у них в голове, чтобы они могли так делать процессы для такого количества клиентов, для такого количества денег. Иногда бывает полезно задать очень рациональный вопрос, окей, парень, у тебя сейчас вот такие сотрудники, ты платишь им столько, ты зарабатываешь миллион рублей с 15% прибыли, ну вот такие твои финансовые показатели, какие хочешь финансовые показатели, они обычно все очень амбициозные на этом уровне, говорят, хочу в два раза больше, хочу там три миллиарда, рентабельность, там 70% там все дела, и ты дальше раскладываешь вот это по лесенке и говоришь, ну черт возьми, если ты хочешь, чтобы что-то изменилось в одном месте, значит что-то должно измениться и в другом месте, был такой классический афоризм, если мы хотим иметь то, что мы раньше не имели, значит мы должны делать то, чего мы раньше не делали, да, то есть как бы иногда бывает полезно, это правда, работать с установками и тому подобными вещами, и на АМБИ отправить, или еще что-то, ну кого ж можно насильно отправить, если бы можно было, а иногда бывает просто задать вопрос, что денег больше хочешь, и значит надо что-то поменять и в отношении с людьми в том числе, иногда это бывает полезно, а последний, если есть вопрос у Алексеев, и будем Денису передавать слово, и еще одну такую кейсовую ситуацию. Коллега, можно вам вдогонку пару источников, которые позволят вам находить идеи для решения таких задач, надо? Ну, во-первых, система китайских стартагем, у Тарасова очень неплохая книга есть, которая описывает, и она расширяет вашу вариативность в решении таких задач. Почитайте, посмотрите, приложите. Технология ТРИС, слышали? Применял. Прекрасно. Технология решения изобретательских задач в интерпретации Валерия Константиновича Пилицева технологии системного мышления. То есть он технический ТРИС переложил на жизнь, на людей, на отношения, на вот всю эту групповую динамику. Поищите. Жалко, что у него пока нет книги, но когда будет редкий какой-нибудь семинар в Москве, обязательно сходите. То есть вот сразу расширяется поле возможностей в тысячу раз. Надеюсь, было полезно. Круто. Спасибо. Спасибо, друзья. Ага, хорошо. Да.